Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые коллеги, наш всероссийский конкурс сегодня завершается. Сегодня вы услышите 12 участников-победителей, которые уже заняли первые места на заочном этапе. Они уже победители и они уже представляют некую такую вот комбинацию, некую концентрацию тех методических разработок, которые в скором времени позволят непременно обновить художественную направленность дополнительного образования. Мы по ходу будем говорить или комментировать какие-то нюансы, которые касаются нашей панорамы, но в целях экономии времени я сразу передаю микрофон сопредседателю жюри для открытия нашего финала. Продолжение следует... Действительно, как раз заявлены теми нашего пленарного состояния новые вызовы и новые векторы развития дополнительного образования, потому что действительно образование уже нуждается в некой такой перестройке, перезагрузке, когда именно вы, то есть, собственно говоря, можете позволить этому измениться. Когда вчера на вашей секции услышала колоссальные цифры 70 команд, на самом деле это, конечно, и немного, но и немало, потому что 70 команд, которые решились что-то изменить в своей деятельности для того, чтобы стать прежде всего интересными и полезными для наших детей. Это очень важно. И здесь сегодня у присутствующих нет побежденных, здесь все победители. Поэтому я вам желаю творческих успехов и уверена, что у нас в стране действительно очень много талантов. И прежде всего этих талантов воспитываете вы. Спасибо. Мы хотели ее сегодня уточнить, да. Спасибо. Но мы будем с этим... Мы все в пятерке стали. Да, но мы будем с этим ощущением. И следующее слово для открытия. Оксане Валерьевне Гончаровой. Хорошо. Надо стартовать. Дорогие друзья, это был марафон, очень сложный марафон. На протяжении нескольких месяцев все мы шли к этому финалу долго. И последние 4 дня работали вместе над вашими кейсами, над вашим внутренним состоянием, для того, чтобы вы поняли, что вы действительно приехали и сделали очень большое дело. Что вы первопроходцы, первооткрыватели. И мы на самом деле никогда не ожидали, что будет 70 команд. Поэтому спасибо большое. И стартуем в добрый путь. Вам каждому сегодня удачи. Итак, мы начинаем. И для презентации методического кейса, который оценивает наше уважаемое жюри, приглашается первая участница в номинации «Методический кейс школы». Лубкова Надежда Егоровна. Муниципальная школа города Боброво Воронежской области. У нас строгий регламент. До 5 минут строго. И затем следующий участник. Презентацию можно? Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу вас познакомить вот с этим мальчиком. Его зовут Дудрев Глеб. И в марте этого года он стал серебряным призером престижного всероссийского турнира «Золотая шайба». И тогда многие в России узнали, что есть такой город Бобров в Воронежской области. А в свободное от учебно-тренировочного процесса Глеб создал изумительную деревянную книгу. Он просто брал листы фанеры, наносил эскизы иллюстрации и выпиливал их при помощи вот такого модульного станка «Юнимат». Потом скреплял полученные страницы. И так получилась первая деревянная книга в коллекции, в будущей коллекции произведений известных писателей земли Воронежской. Вот такая интеграция художественной и технической направленности лежит в основе нашего методического кейса «Арт-студия цифровых технологий». И я от лица своей команды представляю наш методический кейс в номинации «Методические кейсы общеобразовательных учреждений». Особенность нашего кейса – это создание условий для самореализации и самоопределения детей и подростков в условиях дополнительного образования и с помощью современных цифровых технологий. Мы ставили перед собой задачи привлечь как можно больше обучающихся к творческой деятельности, повышать их художественные способности и в результате создавать интеллектуально-творческий продукт. Вариативной частью нашего методического кейса является модульное обучение. Вот такие представлены курсы. Каждый из этих курсов состоит из нескольких модулей. И ребенок вправе, и их законные представители и родители вправе выбирать от одного до нескольких курсов. Между модулями реализуется принцип преемственности. Например, курс «Мультимедиа» состоит из таких модулей. Пластилиновый мир реализуется в начальных классах. Дальше дети занимаются мультипликацией. И в итоге в школьном пресс-центре дети создают видеоролики и выпускают школьную газету. В следующий курс художественная обработка материалов также начальные классы занимаются в «Радуге творчества». Потом дети обрабатывают древесину вручную и в дальнейшем уже создают изделия при помощи настольных модульных конструкторов. Курс 3D-моделирования. Здесь дети начинают изготавливать изделия при помощи 3D-ручки. Затем они осваивают 3D-сканер и в итоге создают либо целую модель при помощи 3D-принтера, либо отдельные детали для уже более сложных конструкций. Курс робототехника здесь начинается со знакомства с различными конструкторами и заканчивается уже соревновательной робототехникой и промышленной робототехникой. Если говорить об особенностях нашего образовательного процесса, то здесь хотелось бы остановиться на нелинейном расписании и том, и тот момент, что наша школа участвует в реализации проекта «Индустриальная школа». Мы имеем достаточное количество ресурсов для реализации своего направления художественно-технического. И поэтому основными эффектами нашего методического кейса является развитие компетенции обучающегося, повышение уровня художественных способностей за счет современных цифровых технологий. Если говорить о фиксации результативности нашей работы, то я бы здесь остановилась на дневнике индивидуального выбора достижения обучающихся. Здесь ребенок и родители могут проследить в динамике участия в конкурсах различного уровня. И за это участие в конце года начисляются баллы, которые суммируются, и дневник является подтверждающим документом для получения стипендии на отчетном концерте школы «Созвездие талантов». С результатами нашей работы вы можете ознакомиться как на официальном сайте школы, так и просмотрев видеоролики центрального телевидения, нашего регионального телевидения. Но особо радует тот факт, что видеоролики, созданные, что видеоролики как продукт деятельности нашего школьного пресс-центра занимают призовые места на всероссийском уровне. И тем самым дети продолжают прославлять свою малую родину, город Бобров. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Мы начали с интеграции художественной и технической направленности. А сейчас я приглашаю детскую музыкальную школу имени Максимова, город Чебоксары, Токаленко Игорь Владимирович. И мы с вами увидим, что в нашей художественной направленности одновременно сосуществуют традиции эстетического воспитания. Будьте добры, настраивайтесь. Традиции эстетического воспитания, художественного образования. И вот ответы на те вызовы, о которых мы уже услышали. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Конкурсная работа, которую мы сегодня представляем, это результат многолетней работы коллектива преподавателей Чебоксарской детской музыкальной школы. В основе методического кейса лежит программа, которая реализуется на фортепианном отделении. Полагаю, что нам удалось разработать методический комплекс, который, бережно сохраняя и опираясь на лучшие традиции отечественного музыкального образования, позволяет вместе с тем органично внедрять новые формы и методы в учебный процесс. Главная сложность для нас состояла в том, чтобы найти, нащупать и предложить органичные пути инновационного развития, хорошо отлаженный и во многом консервативный, поэтому сопротивляющиеся любым изменениям образовательной системы. Тем более, что мы представляем школу, которая была открыта почти сто лет назад, по сути, родилась и прошла все этапы становления вместе с самой системой отечественного музыкального образования, системой, к тому же являющейся, как определяет концепция развития музыкального образования Российской Федерации, национальным достоянием, не имеющим аналогов в мире. Другая, не менее сложная задача, которую мы ставили перед собой, заключалась в том, чтобы методический кейс при всей его насыщенности и объемности отличался структурной цельностью. Думаю, что нам также удалось это сделать. На фортепианном отделении реализуется сразу несколько интегрированных программ, органично соединяющих практически все предметы учебного плана. На уроках фортепиана наши ученики практически осваивают знания, полученные именно занятия музыкально-теоретического цикла. Они сочиняют, подбирают по слуху, транспланируют, импровизируют, а в конце каждой четверти проводятся интегрированные уроки, в которых органично совмещаются не только музыкальные дисциплины, но и разные виды искусства наук. Кроме музыки, это литература, изобразительное искусство, театр, кино и даже история. В результате ученики не просто закрепляют пройденный материал более глубоко и прочно. Полученные ими знания, умения и навыки приобретают новые качества. Интегрированный урок побуждает детей активно мыслить и помогает уйти от стереотипа восприятия. Помогает осознать связь музыкальных канонов с другими видами искусства, иными областями жизнедеятельности человека. Эти уроки дают возможность подняться на качественно иной уровень отвоения учебной программы, художественной, а иногда философской. Еще содержание методического кейса ориентировано на самые разные уровни музыкальных способностей и степень мотивации учащихся. Система проектов, часть которых сейчас будет представлена на нашем экране, лишь малая часть, которая реализуется совместно с самыми разными организациями, позволяет нашим воспитанникам выходить на самую разную аудиторию, от филармонических залов до домов, инвалидов и пожилых, общеобразовательных школ, детских садов, включая заведения коррекционной направленности. В результате наши дети не просто учатся игре на фортепиано, но приобретают очень важные социальные навыки, учатся доносить свои мысли, и что особенно ценно для нас, эмоции и чувства до других людей. В своих проектах мы активно вовлекаем родителей, учащихся в совместную деятельность. Для нас важно не просто изучить запросы родителей и учеников, но важно активно их формировать. Ведь если ребенок даже с небольшими музыкальными способностями вырастет с любовью к музыке, то есть большой шанс, что он приведет к нам в будущем и своего ребенка. Тем самым мы способствуем сохранению системы. К тому же, как пошутил однажды великий зиогов-музыкант Генри Густавовичный Гаусс, по своему многолетнему опыту могу судить, что внучки бывают, как правило, способнее своих бабушек. И, наконец, крайне важно было найти оптимальное место для цифровых технологий в нашем деле. Замечательно, что благодаря работе, проделанной Всемирным центром художественного творчества, любой желающий теперь может ознакомиться с содержанием методических кейсов участников конкурса в цифровом формате. Но при этом важно помнить, что наша задача заключается как раз в том, чтобы у выпускников музыкальной школы была потребность хоть на время выйти из интернета, купить билеты, прийти в концертный зал, чтобы послушать музыку в живом исполнении. Цифровые технологии как раз и нужны нам для того, чтобы у ребенка и взрослого появилось время для этого. В заключении хочу поблагодарить еще раз за предоставленную возможность для общения как с учеными, методиками, так и преподавателями, представляющими отличные от нашей области дополнительное образование в силу нашей специфики. Это дает очень ценную для нас возможность посмотреть на свою работу со стороны, сделать выводы и увидеть пути для дальнейшего развития. Спасибо большое. Детские музыкальные школы реализуют предпрофессиональные программы в области искусств, но мы очень близки своей принадлежностью к родовым признакам по видам искусств. И поэтому столицу Чувашии сменяет Челябинская область, маленький городок трехгорный, Дмитриенко Евгения Викторовна. И пока она идет, я говорю о том, что клавишный синтезатор, который она освоила и предлагает, эта модель, вот такая маленькая матрица, она может быть востребована сельскими поселениями, маленькими городами, где тоже очень востребована художественная направленность дополнительного образования. Добрый день, уважаемые коллеги и все присутствующие. Я представляю вашему вниманию методический кейс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы клавишный синтезатор. Над созданием нашего кейса работала команда муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества в городе Трехгорной Челябинской области. Наш город маленький, удаленный, закрытый. И тем не менее, у детей есть уникальные, уникальная возможность обучаться новому, современному, увлекательному виду музыкального творчества игре на клавишном синтезаторе. В центре внимания нашего кейса личность ребенка, вокруг которой сформированы образовательное пространство, программно-методическая база, нормативно-правовое поле. Визитная карточка кейса, его девиз, наша общая педагогическая задача наполнить музыкой сердца. Ведь дети не просто учатся музыке, они учатся любить, ценить музыку, видеть и чувствовать ее ценность, красоту, неповторимость. И учатся мыслить творчески, самостоятельно и дарить музыку другим. В детском объединении «Веселые клавиши» учащиеся совершенствуют исполнительские навыки, создают электронные аранжировки, аудио- и видеоклипы, играют сольно и в ансамбле, выступают на концертах. Но главное, они учатся домашнему музицированию. И это очень ценно, потому что это для личности, это для индивидуальности, это для семьи. В основу программы легла программа Игоря Михайловича Красильникова. Образовательная деятельность по программе ведется в соответствии с законодательными и регламентирующими документами и регулируется локальной нормативно-правовой базой Центра детского творчества. В кейсе представлены формы занятий, индивидуальные занятия, мастер-классы, класс-концерт, тематические концерты и методические материалы. Хочу сказать об одном из мастер-классов. Это мастер-класс «Домашнее музицирование». На этом мастер-классе непосредственное участие принимают родители учеников. И они становятся сами участниками образовательного процесса. И это еще больше мотивирует детей на учение. Если представлены контрольно-измерительные материалы к программе, диагностика проводится по следующим критериям. Развитие универсальной компетенции, развитие творческих способностей, развитие музыкальных способностей. Невозможно было бы представить себе домашнее музицирование без яркого, образного, высокохудожественного репертуара, разработанного с учетом возрастных особенностей детей, с учетом их индивидуальных потребностей. В нашем репертуаре самые лучшие образцы мировой классики, народной музыки, песенного жанра, джазового стандарта. И эти сборники, представленные в кейсе, размещены на моем педагогическом блоге «Ноты для синтезатора». Тематические концерты являются яркой иллюстрацией всей педагогической идеи кейса, обучение домашнему музицированию, наполнять музыкой сердца. Ведь что может ярче всего продемонстрировать результат нашей деятельности? Конечно же, это концерт, конечно, это наши яркие выступления. Таким образом, данная модель кейса обладает следующими особенностями внимания на экран. Что обеспечивает его результативность? Современное информационное поле предоставляет возможность транслировать педагогический опыт, достижения учащихся, уникальные методические наработки педагогической общественности, о чем свидетельствуют цифровые следы на моих блогах, сайте ЦДТ, интернет-страницах конкурсов, где мы принимали участие. Спасибо большое. Спасибо большое. Если я встаю, я обозначаю тайминг, да, таким образом. Итак, уважаемые коллеги, Светлана Петровна Самойлова, наш следующий участник, представляющий команду. В данном случае вы должны понимать, что за каждым представителем целые команды. У нас 70 команд, свыше 600 участников, свыше 1500 материалов методических, разнородных. И вот сейчас Уфимский городской дворец детского творчества имени Комарова представляет их методическую матрицу, которая обладает определенной гибкостью и интересом. Мира вам всем, дорогие драйверы, дорогие флагманы дополнительного образования. Я представляю дворец детского творчества, старейшее учреждение дополнительного образования Республики Башкортостан, ассоциированную школу ЮНЕСКО, которая удачно сочетает лучшие традиции воспитания и соответствует современным трендам дополнительного образования. Сегодня, когда всех нас уносят в виртуальную реальность, крайне важно наполнять эмоционально-эстетическую насыщенность программ. Крайне важно, чем мы питаем детские души. Я не стала экспериментировать, я взяла наш бренд, это башкирский мед, и представляю кейс в виде пчелиных сот. В основе сот, конечно, лежит образовательная программа. Она вариативная, она разноуровневая, она опробирована в течение многих лет, она успешно опробирована. Вы видите, какого уровня коллектив. Техника на меня плохо реагирует. Пчелиные соты все представляют. И я хочу сказать, что в этой модели очень много компонентов, и они очень тесно между собой взаимосвязаны, что делает экосистему кейса устойчивый. Программу сопровождают, это, в первую очередь, нормативная база, это локальные акты, их 18 учреждений, которые регулируют усвоение данной образовательной программы и всех образовательных программ учреждения. Это, конечно, влияние внешней среды на наш кейс, это учет мнения родителей и детей самих через анкетирование. Это, конечно, ячейка, которая наполнена разработками занятий, в том числе видеоразработками занятий. Особо мы выделяем события яркие, события выездов на фестивали. Мы понимаем, что мы капельку меда в миротворческую миссию вносим, потому что, если дети дружат, войны не будет. У нас очень много проектов, проектов успешных, проектов, которые уже абробированы. Это горы сосны фестиваль. Основная идея проекта уникальная природа родного края, как источник творческого вдохновения и воспитания детей. Мы берем этих городских детей, проводим через всю республику, в том числе через биосферный резервоват Башкирский Урал и рассказываем, и показываем, в чем ценность нашей уважаемой замечательной родины. Потому что основы патриотизма начинаются в детстве. Любовь к родине, любовь к матери, она рождается именно в юном возрасте. Как сказал великий хореограф Файзи Гаскаров, танец – это душа народа. Республика Башкортостан, в которой проживает в мире и согласии более 120 представителей народностей, является богатейшей основой для мультикультурного воспитания. Осваивая программу, дети, кроме знаний, умений, навыков, приобретают ключевые компетенции. Они приобретают надпредметные умения и навыки. Они учатся жить. Вы знаете, что пчелка живет всего 4 недели, но за 4 недели она успевает побывать и нянькой, и уборщиком, и сборщиком, и так далее. Так же и наши детки. Проходя через эту жизнь веселинки, они примеряют на себя множество профессий. Они и путешественники, они и артисты, они и педагоги, они и исследователи. На мне сейчас нагрудник, элемент женского башкирского костюма, звезды башкирской оперной сцены Светланы Аргенбаевой. Мы очень бережно относимся к тому, как дети понимают значение народного костюма. Они понимают, о чем они танцуют и знают значение. И усвоение программы, конечно, способствует правильному гендерному воспитанию. Мужская партия в народном танце она мужественная, женская, нежная. И в башкирском танце они всегда работают. Женская башкирская партия она всегда то, что-то готовит, веет, сеет и так далее. Дорогие друзья, жизнь у нас по-разному складывается. Бывает разное лето, разный урожай. Но пчела каждую свою ячеечку соты, неважно в ней вот столько меда или она полная, если жадная пчеловод не украл у нее, она обязательно запечатывает каждую ячейку. Так и наша кейс, наша программа. Любой ребенок может закончить обучение на любом этапе, но у него останется бесценный опыт соприкосновения с сакральным генетическим кодом народа через танец. Большое спасибо, Светлана Петровна. Вот такая гибкая матрица, имеющая башкирский этнокультурный колорит, но вполне транслируемая на все народы нашей многонациональной родины. Спасибо вам огромное. А сейчас давайте перейдем к другой матрице, маленького центра внешкольной работы Нижегородской области, город Балахна, Федорова Оксана Михайловна, которая тоже кратко представит свою модель методического кейса. Добрый день, уважаемые друзья. Я руководитель образцового детского коллектива Золушка. Представляю методический кейс программы. Наш центр расположен в небольшом городе Балахна с богатой 525-летней историей на берегу реки Волга. Географически Балахна расположена в 20 километрах от Нижнего Новгорода. Вы не ошиблись, перед вами храм Василия Блаженного в Москве, который украшен балахнинскими изразцами. Раньше наш город прославляли великие мастера, а сегодня прославляют его девчонки-подростки, воссоздавая историю Нижегородского края в лоскутной технике. Нам захотелось прикоснуться к прошлому нашего города. Так родилась коллекция «Уездные были», рассказывающая о ремеслах нашей Балахны. Доброе и милое город Балахна, нежная, прекрасная родина моя, соткана березками, разноцветьем трав, привлекаешь ты меня зеленью дубрав. Может быть, не главный город на земле, но свои творения я дарю тебе. Это стихотворение сочинили дети, создавая эту коллекцию. Методический кейс реализуется в отдаленном микрорайоне нашего города, не совсем благополучном, и является профилактикой асоциального поведения подростков, охватывает 100% детей от 7 до 17 лет нашего микрорайона. Наш кейс как лоскутное одеяло различных методик, практик и техник работы с различными материалами. В этом и заключается особенность нашей программы, которая интегрирует различные виды декоративно-прикладной деятельности. Лоскутная техника, дизайн одежды, проектная деятельность и другие, показанные на слайде. С другой стороны, это помогает заинтересовать детей подросткового возраста, что является еще одной особенностью кейса. Особое внимание уделяется занятиями с одаренными детьми. Формируется творческая группа из детей, овладевших основной программой. Для них предусматривается создание индивидуального образовательного маршрута. Творческая группа создает свои авторские модели костюмов от эскиза до показа их на сцене. Всевозможные авторские проекты, изделия в лоскутной технике и текстильная кукла и принимает участие в конкурсах областного и российского уровней. Все коллекции, создаваемые золушками, имеют отличительную особенность, свою визитную карточку, они содержат элементы лоскутной техники. Работа не ограничивается только учебными занятиями. Многие воспитательные мероприятия, проходящие в каникулы, в том числе и летние, нацелены на продолжение программы изучения обрядов и традиций, связанные с куклой и костюмом, изучение быта, декоративно-прикладное творчество. В кейсе представлен проект «Истоки». Занятия творческие. Дети становятся исследователями, художниками, дизайнерами, рукодельницами, моделями и актерами на сцене. Все это развивает лидерские качества, позволяет почувствовать подросткам свою уникальность. Старшие дети становятся наставниками над младшими и служат им положительным примером. У нас богатейший творческий потенциал. Вот, например, последняя коллекция «Городские зарисовки», посвященная 800-летию Нижнего Новгорода, была пошита из 46 старых джинсов. Эта коллекция получила профессиональное признание мэтра и легенды моды Вячеслава Зайцева. И заметьте, подростки из маленького городка, из социально неблагополучной среды добиваются высочайших результатов, получают ремесло и овладевают компетентностями сотрудничества. Мы достижение нашего города. У нас нет театра, поэтому люди приходят смотреть на выступления Золушек. Спасибо большое за внимание. Широким фронтом идут муниципальные учреждения дополнительного образования Российской Федерации. И сегодня здесь и сейчас проходит форум муниципалитетов. И очень хорошо, что он идет, и мы идем тоже в его формате. Вчера Виктор Петрович мне сказал, остановившись возле стенда Министерства образования и науки Российской Федерации, надо ехать в Челябинск, сказал он, там есть уникальный опыт. Не надо, Виктор Петрович. Челябинск вчера приехал сюда. И сейчас перед вами конкурсантка, которая не прошла программу повышения квалификации и не была на двухдневных тренингах подготовки к нашей защите. И она прямо с самолета, пройдя очень маленькую инструкцию, сейчас перед вами Ульяновский центр внешкольной работы номер один. Тасимова Надежда Владимировна представляет свою команду. Здравствуйте, вас приветствует город Ульяновск. В разработке методического кейса информационно-компьютерные технологии как средство организации нормативно-методического пространства Т-номер один приняла участие команда из четырех человек, два из которых административные работники и два педагогические. Наш центр это многопрофильное учреждение дополнительного образования и реализует программы всех шести направленностей. Наибольшее количество программ педагогов и учащихся при этом относятся к технической и художественной направленности, что стало основой для совершенно логичного оправданного процесса их интеграции. Учреждение небольшое, 1912 обучающихся, и объединения чаще всего представлены в количестве одного-двух по каждому виду деятельности. Наш кейс структурно представлен таким образом, чтобы отразить все стороны организации учебно-воспитательного процесса и методической службы в Центре детского технического творчества номер один, в основе которых создание условий для стандартизации и творчества. При разработке собственного локального акта мы стремились к стандартизации дополнительных общеобразовательных программ, для этого опирались на нормативные документы федерального уровня. В результате появилось положение, которое отражает все основные компоненты по разработке и утверждению образовательных программ. такой подход позволил привести все программы учреждения, как художественные, так и других видов направленности к единому виду. В Центре детского технического творчества номер один разработаны разнообразные программы. Они различаются по степени участия автора, срокам, форме организации учебного процесса. И в кейсе мы представили две из них. Это комплексная модифицированная программа «Волшебный сундучок», направленная на обучение детей различным техникам изготовления кукол и постановки с ними небольших театральных сцен, что позволяет комплексно реализовывать способности и задатки детей, делая упор на ту или иную способность. В программе предусмотрена возможность видеосъемки и монтажа с активным участием детей. Авторская программа в мастерской декоративно-прикладной керамики построена таким образом, что позволяет осуществлять образовательную деятельность на всех уровнях сложности стартовой, базовой и продвинутой. Она имеет модульный вариант построения и включает в себя программы, которые могут реализоваться как вместе, интегрируясь друг в друга, так и по отдельности. Один из модулей «Проектная деятельность» очень часто реализуется в интеграции с техническим творчеством. Это создание сайтов и электронных образовательных продуктов. В качестве основного подхода к методическому обеспечению программ нами был выбран электронный учебно-методический комплекс. Основой для его формирования стали электронные пособия разного характера. Нами были определены основные требования к программному обеспечению пособий, интерфейс, совместивность с разными компьютерами, их содержание у комплекса, охват всех сторон теории, практики и контроля. В кейсе представлены в качестве примера три электронных пособия. Все они отличаются по разным признакам, что позволяет продемонстрировать вариативность электронных пособий. Это электронное учебное пособие основы керамики, которая разработана для учащихся. В нем содержатся основные сведения по всем темам, которые изучаются по программе. Учебное пособие электронный каталог образцов разработано для учащихся и педагога, позволяет организовать работу по выбору изделий в рамках личностно-деятельностного подхода. По темам и программам идет ссылка на отдельные страницы, в которых представлены картинки, которые служат идеями для детского творчества. Электронное учебно-методическое пособие «Пальчиковые куклы» предназначено в первую очередь для педагога и позволяет собрать весь методический материал в одном месте в структурированном виде. Транслирование результатов деятельности объединений в сети интернет осуществляется на сайте. Также нами ведется активная работа по разработке собственных сайтов объединений и педагогов. Но самое главное, наш проект это результат обобщения опыта работы, интеграция технической и художественной деятельности осуществляется не по приказу сверху, а как логическое развитие учреждения. Использование электронного учебно-методического комплекса позволяет оптимизировать учебный процесс. Большое спасибо, Надежда Владимировна. Вы представили интересный кейс интеграции технической и художественной направленности и совершили, наверное, какой-то подвиг, прилетев вчера. Еще один подвиг совершили еще наши конкурсанты, которые сегодня не будут в этом участвовать, но мы хотим их поприветствовать, потому что они еще даже не получили диплом. Рязань, встаньте, пожалуйста, мы вам поаплодируем. Рязанский дворец творчества, которые сегодня тоже доехали на ММСО. А другую версию и другую модель интеграции внутри направленности, интеграции различных видов деятельности представляет Наталья Алексеевна Стуликова из муниципального учреждения «Юность города Белгорода». Здравствуйте, уважаемые члены жюри, а также коллеги, которые за время конкурса стали практически родными. Я вас приветствую от имени славного города Белгорода, который находится на южной границе между Россией и Украиной. Это город воинской славы, город добра и благополучия. В нашем городе, как и в других городах, многие дети любят рисовать, и некоторые из них даже хотят стать великими художниками. Но что же им сделать, когда в учреждениях предпрофильного образовательных учреждениях начинается обучение только с 10 лет? Решением данной проблемы может стать методический кейс «Дорогами прекрасного». Методический кейс разработан на основе авторской, общеобразовательной, общеразвивающей программы художественной направленности «Дорогами прекрасного». Творческой командой нашего учреждения. Программа рассчитана на 4 года обучения и предполагает обучение детей 7-11 лет. Кейс раскрывает методику ознакомления с основами живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, освоения традиционными и нетрадиционными техниками рисования. Ведь именно нетрадиционность выводит детей за рамки стереотипов и стандартов и ведет их дорогами прекрасного в чудесную страну вообразилию. Наш методический кейс составляет основная и вариативная часть. В основную часть вошли нормативно-правовые документы, программа и система контрольно-измерительных материалов. Вариативную же часть мы хотели бы представить в виде методической палитры, которая раскрывает весь спектр работы нашего кейса. Одной из ярких красок является занятие по белгородоведению, на которых дети изучают историю, культуру и традиции Белгородской области. Музейно-тематические занятия и экскурсии проводятся совместно с социальными партнерами. Это музеи, художественные мастерские, а также центр детско-юношеского туризма и экскурсий. Особым колоритом пользуется авторская методика по развитию художественных способностей посредством воссоздающего воображения. Именно воссоздающее воображение является основой воображения творчества. Отдельным современным штрихом являются компетентно ориентированные задания на различных этапах занятия. Благодаря цифровым коммуникативным технологиям мы создали дидактический материал, который повышает познавательную активность детей. Именно в цифровом виде вы можете посмотреть готовый дидактический продукт и использовать его. Контрольно-измерительные материалы, при помощи которых можно отследить качество знаний, представлены в виде тестовых и практических заданий. исходя из анкетирования родителей, детей, а также образовательных учреждений, всегда пользуются востребовательностью развития творчества посредством изобразительной деятельности. Именно поэтому мы можем сказать, что наш методический кейс является отвечать социальному запросу населения. О результативности нашего кейса говорит и высокий уровень художественных умений и навыков наших детей, а также копилка детских достижений, которые регулярно пополняются дипломами лауреатов и победителей конкурсов всеразийского уровня. Также мы можем сказать о том, что наш кейс является хорошей базой для поступления в предпрофильные учебные заведения, такие как художественные школы, школы искусств, а также художественное отделение для детей и подростков в Институте культуры и искусств. Цифровые следы можно отследить на сайте нашего учреждения, в социальных сетях работников образования, а также на образовательном портале инфоурок. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Хочу сказать, что все презентации у нас записаны в вебинарной комнате, они более подробные. Они уже в понедельник будут выложены и доступны всей нашей великой стране. Панораму муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования завершает Оренбургский центр детского творчества. Тишкова Тишкова Александровна представит свою методическую модель. По сути дела это методологический конструкт методического кейса, который может быть основой для трансляции на любую образовательную организацию, не только в любой точке Российской Федерации, но и вообще в целом. Пожалуйста, Алла Александровна. Добрый день. Ну, уже прозвучавши аннотации, буквально все сказано на моем кейсе. Это не просто методическое наполнение какой-то конкретной программы, это на самом деле кейс методического сопровождения процесса реализации и разработки изначально дополнительных общеобразовательных программ. Целевое назначение нашего методического кейса это структурирование и систематизация работы научно-методической службы, повышение эффективности ее деятельности и, конечно же, я не скрою, это еще и позиционирование нашего опыта работы. В основе кейса лежит конструкт, матрица, можно будет и так ее назвать. Это нечто, что определяет разработку реализации всех программ в нашем учреждении, причем любой направленности. И основополагающим моментом данной ситуации является, конечно, методологический аппарат. Это самый сложный момент, мы с него начинали, мы ему уделили очень много внимания, мы привели его в соответствие с современными требованиями, и у нас на самом деле представлено в обязательном порядке, концептуальное обоснование, теоретическое обоснование, причем как самого содержания, так и технологии работы по данной программе. У нас представлены инвариантные, вариативные, аудиторные, внеаудиторные нагрузки, цифровые образовательные ресурсы. Мы вообще несколько расширили даже требования методических рекомендаций 2015 года, потому что они позволили нашим педагогам тоже структурировать свою деятельность и лучше даже разобраться в том, чем они на самом деле занимаются. Но пусковой шестеренкой в этом методическом конструкте, конечно, выступает оценка качества образования, потому что, уважаемые коллеги, вы прекрасно знаете, что в системе доп. образования с оценкой результативности очень-очень сложно, хотя бы потому, что у нас планируемые результаты определяет сам педагог, у нас нет стандартов, это не так плохо, кстати говоря. И еще у нас отсутствует, собственно говоря, релевантный к задачам дополнительного образования диагностический инструментарий. И для нас это тоже было очень важным моментом, как все-таки сделать так, чтобы программа была и интересная, научно обоснованная, и в то же время можно было отследить ее эффективность. И главным результатом, вот обратите внимание, пожалуйста, на слайде, мы считаем для себя следующее, два года напряженного труда по конструкту, и теперь он работает у нас как бы в полном режиме, все программы так и реализуются. Во-первых, создание унифицированных по структурным компонентам программ, по структурным, то есть все, что я перечисляла, в каждой программе представлено. Но в то же время каждая программа имеет индивидуальное наполнение каждого из этих структурных компонентов, что очень и очень важно. И разработка диагностического аппарата, она позволила технологизировать процесс оценки результативности программ. Ну а теперь, уважаемые коллеги, программа, на примере которой я хотела бы проиллюстрировать, как работает наш конструкт. Я о программе много говорить не буду, на нас замечательно. Это первая ступень обучения в хореографическом коллективе «Грант», в котором более 400 детей. Это коллектив, который выезжает на чемпионат по олимпийской системе на выбывание и является победителями. В частности, в последний раз вошли они в пятерку. А детский танец, это начальная ступень, они готовят вот к этим успехам, но тоже выезжают на конкурсы и тоже побеждают и очень-очень успешно. И сама программа у нас тоже победитель городского и областного уровня. Что же в ней представлено? Обратите внимание, пожалуйста. В целевом компоненте у нас, как отражение системно-деятельностного подхода, цель вроде бы достаточно широкая, но в ней заложены и предметные результаты, то есть это развитие хореографических данных, физических данных, но в то же время и личностные результаты, потому что для нас главным еще является и формирование ценностного отношения к хореографии и, конечно же, формирование развития тех качеств, которые будут определять успешность обучения по данной программе. В содержании программы разноуровненности введена, то есть каждое занятие буквально подкрепляется упражнениями практическими базового уровня и упражнениями повышенного уровня. Они все представлены в приложении к программе. И получается, что индивидуализация обучения у нас достигается за счет индивидуального образовательного маршрута, а дифференциация обучения достигается за счет именно введения заданий различного уровня сложности. Естественно, что средством выступают игровые какие-то упражнения. Это игровые упражнения, направленные как на развитие специальных умений, актерских умений, импровизационных умений, так и на развитие метапредметных умений. Но исходя из возраста, мы ориентируемся, конечно, на развитие, прежде всего, действия контроля, действия оценки и закладываем это в основу нашей программы. На этом слайде представлены индивидуальные особенности учебного плана, как он разбит. Внизу есть календарный учебный график, его особая форма, собственно говоря. Вот, к сожалению, не могу я на этом подробно останавливаться, а очень хотела бы. Оценочные средства. Технологическая составляющая, добавляю, знаково-символическая деятельность, которая представлена на уровне рисунков танца. Оценочные средства, уважаемые коллеги, в программе, в виде карты, не просто перечень каких-то методик, а диагностической карты с выделением базового минимума диагностического сподбора, адекватного возраста диагностического инструментария. И надо сказать, что весь инструментарий у нас адаптирован под задачи нашей программы. Ну и, конечно, завершая выступление, хочу сказать, что конструкт наш работает, он эффективен, и основными характеристиками его эффективности является, во-первых, его практика, ориентированность, возможность переноса на любую другую программу абсолютно, на любое другое учреждение вот этой схемой могут все воспользоваться. Потом прогностичность, потому что те вещи, которые мы разработали, например, карта диагностическая и прочее, можно разбивать на структурные компоненты, можно брать за основу и наполнять своим содержанием. Конечно же, управляемость позволяет повышать, отслеживать технологичность нашей программы, но самое главное, уважаемые коллеги, это вот в этом последнем пункте, это позволяет сформировать единое методическое смысловое пространство. Это позволяет внести в систему профессиональных отношений какой-то единый подход к разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ. Большое спасибо, Алла Александровна. Мы продолжаем, да, мы продолжаем, большое спасибо, мы продолжаем, и сейчас мы переходим с вами, это у нас все номинации учреждения дополнительного образования детей, это были муниципальные учреждения, а теперь мы переходим к государственным. И у нас получилась панорама внутри панорамы, мы переходим к панораме системы образования города Петербурга, потому что этот регион представил наибольшее количество победителей в нашем конкурсе. Поэтому сейчас мы смотрим государственные учреждения и приглашаем сюда Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга и команду этого учреждения и представляет ее Кустарева Марина Геннадьевна. Здравствуйте, уважаемые члены жюри и коллеги. Представленный на конкурс методический кейс составлен в соответствии с современными нормативными требованиями системы дополнительного образования, но в то же время отражает внутрифирменный стиль нашего учреждения. Стержневой основой кейса является дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в мире прекрасного, направленная на развитие социально значимых компетенций и личностных качеств у детей путем приобщения к музыкальному, танцевальному, театральному и изобразительному искусству. Разработка и реализация программ это коллективный труд всей образовательной организации. Состав команды отражает системный подход к ведению образовательной деятельности в учреждении. Схема помогает увидеть внутренние нормативно-методические связи, наличие которых определяет успех процесса обучения. Многообразие особенностей реализации программы в мире прекрасного отражено как в обязательной, так и в вариативной части кейса. Представляет собой неделимое единство нормативной, методической и содержательной составляющих. Особенность программного материала кейса заключается в возможности создания образовательной среды для различных категорий учащихся. Его реализация предполагает включение в образовательный процесс талантливых и одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Педагогическое сопровождение таких категорий учащихся ведется в рамках проекта программы развития учреждения «Одаренные дети» и «Выбираем будущее вместе». Программа в мире прекрасного представляет модель детской районной филармонии. Ее девиз «Дети детям», так как большинство артистов всех концертных программ это учащиеся дворца творчества, которые совместно с педагогами и профессиональными музыкантами создают яркие концертные номера. Программа имеет единую концепцию последовательности подачи учебного материала из девяти модулей, но в зависимости от особенностей конкретной группы учащихся возможна их взаимозаменяемость и включение новых модулей. В целом совокупность модулей программы создает насыщенную познавательную среду развития для каждого ребенка. Изучение теоретического содержания программы осуществляется в концепции асинхронного обучения с помощью электронных информационных технологий. Это позволяет каждому учащемуся выбрать оптимальные для себя сроки и темп обучения. Ребята самостоятельно выполняют задания, размещенные педагогом в интернете, узнают значение различных понятий, обзорно знакомятся с биографиями композиторов, музыкальными и литературными произведениями. Методическое обеспечение практической части каждого модуля включает изобразительные и аудиовизуальные мультимедийные источники обучения, относящиеся к сфере Digital Humanities цифровых гуманитарных наук. Цифровые следы свидетельствуют об открытости и доступности нашего опыта. Об этом говорит и QR-код на фирменном значке нашего Дворца Творчества. Востребованность наших образовательных услуг подтверждается отзывами потребителей. Если можно включить видео, у нас еще остается время. Вы знаете, наша школа находится очень близко с Дворцом Детского Творчества. И мы на протяжении многих лет посещаем очень много кружков. Особенно я бы хотела отметить вот замечательную программу, которая называется «Мирный красный». Вот я уже выпустила много классов и с каждым классом мы ходили на эту программу и посещали. Вы знаете, с каким удовольствием ходили ребятишки. Вот приходишь туда, и сразу душа радовалась. В этом году мы посещали Дворец Творчества. Там мы рисовали, играли, слушали музыку. В Дворце Творчества мы посещали очень интересные занятия, где мы узнавали композиторов, где они родились, когда и в каких поселках или городах. Там мы узнавали, какие они писали оперы. Мы знакомились с разными инструментами, даже сами за них играли. Огромное спасибо, Калина Павловна. Мы с удовольствием ждем новых встреч вместе с вами. Вы знаете, наша школа находится очень близко. Большое спасибо, большое спасибо. Вот здесь хочу сказать об особенности. Представляла кейс методист, а педагог находится здесь. вот это вот то, чего нам, наверное, это один из эффектов нашего конкурса, когда мы сказали этим конкурсом, что программа образовательная без методического содержания невозможна, и создают ее команды образовательных организаций. Питер, который представил практически половину победителей, продолжает свое вот такое шествие. Я приглашаю дворец детского юношеского творчества Выборгского района города Санкт-Петербурга. Эта команда решила представить свою методическую работу вот в таком вот составе. Степаниченкова Наталья Евгеньевна, Кузнецова Татьяна Юрьевна и Пензина Виктория Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Кейс Петербургский Камертон представляет собой результат системной работы по совершенствованию образовательного процесса команды специалистов учреждения. Кейс составлен на основе программы хор-мальчиков, цель которой развитие личности, способной к самовыражению через приобщение к хоровой исполнительской культуре. В России хоровое соборное пение всегда было выражением сопереживания, социального единения, воли к совместному труду и к победе. Одно из тех самых духовных скреп, о значимости которых сегодня говорят общественные деятели и политики. Хор-мальчиков участвует в городских и всероссийских проектах, поддерживая хоровое движение страны и способствуя сохранению традиций петербургского хорового исполнительства. Эти особенности определили основные принципы разработки нашего кейса. С одной стороны, комплексность и преемственность обеспечивают целостность содержания кейса как методического продукта. С другой, модульность и вариативность позволяют адаптировать кейс к быстро меняющимся условиям образовательной среды. Сочетание этих принципов помогает следовать современным тенденциям развития общества и образования. Материалы обязательной части кейса позволяют организовать и сопроводить образовательную деятельность, обеспечивают формирование базовых компетенций наших учащихся. Материалы же вариативной части обеспечивают разнообразие подходов к реализации программы. Таким образом кейс становится востребованным для широкого круга специалистов как практиков в художественной направленности, так и представителей научного сообщества. Хочется отметить, что наш кейс отражает все этапы педагогической деятельности от планирования до оценки результативности. При этом учитываются как влияние внешней стороны, так и особенности работы в детском мальчишеском коллективе. И такое разнообразие материалов кейса позволяет грамотно обеспечить организационное, методическое и психологическое сопровождение педагогической деятельности на всех ее этапах. Выбранные в качестве основных методические решения и технологии способствуют не только цифровизации дополнительного образования, но также и развитию профессиональности самой команды, повышению качества образования в учреждении, а также совершенствованию моделей сопровождения. Отправными точками для цифровых образовательных решений нашего кейса являются официальный сайт и социальные сети. Группа ВКонтакте существует для организации деятельности объединения. Новости о наиболее значимых событиях жизни коллектива регулярно размещаются на сайте учреждения. Таким образом в распоряжении педагога находится целый спектр возможностей дальнейшего использования медиа-среды. В нашем кейсе такие решения представлены по принципу адресности. Обмен опытом с педагогами и практиками происходит на страницах профессиональных сообществ. Помимо очевидных плюсов, таких как новые методики, взгляды, идеи, новые практики, всегда существует риск плагиата и нарушение авторских прав. Взаимодействие с родителями происходит через мессенджеры. Несмотря на то, что здесь мы сталкиваемся с нерегулируемым потоком информации, на сегодняшний день это наиболее быстрый и удобный способ связи с родителями. Значимые достижения учащихся педагога освещаются в средствах массовой информации. Плюсом данного ресурса является реклама и популяризация деятельности коллектива. Фундаментальные теоретические исследования находят отражение на страницах научных порталов, что, безусловно, является подтверждением профессионально-общественного признания, предполагает оценку экспертов. Но здесь мы сталкиваемся также с тем, что увеличение количества электронных изданий таит в себе опасность оказаться заложником и псевдонауки. В отношении всех названных ресурсов существует проблема развития специальных компетенций в области ИКТ. И здесь решением этой проблемы может служить самообразование и систематическое повышение квалификации. Высокий потенциал кейса заключен в его формате. Наш кейс — это открытый образовательный ресурс, который позволяет в онлайн-режиме ознакомиться со всеми представленными материалами. Кейс обладает интуитивно понятным интерфейсом, и для удобства пользователя в нем содержится инструкция по навигации. Мы благодарим вас за внимание. Итак, большое спасибо. Представленный кейс является в том числе, как вы поняли, интерфейсом этой программы на сайте образовательной организации. А сейчас я приглашаю Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных, известный всей стране как Аничков дворец, который представляет два кейса. Первый кейс, победитель этого учреждения, представляет Татьяна Викторовна Пареха. Добрый день, уважаемые коллеги. Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных, известный многим как Аничков дворец, это уникальное образовательное пространство, в котором ежегодно реализуется более 300 образовательных программ и обучается свыше 16 тысяч детей. Можно с уверенностью сказать, что это одно из самых знаковых мест развития дополнительного образования, где рождается и успешно реализуется различные авторские методические кейсы. И как раз таки методический кейс прозы яркое тому подтверждение. Методические материалы, представленные в кейсе, отражают деятельность педагогического коллектива литературного клуба Дерзания. И по праву считается брендом детского литературного образования Санкт-Петербурга. Именно здесь для учащегося творчество становится инструментом познания мира, особым средством коммуникации. Именно здесь талантливые творения ребят рассматриваются всерьез, как полноценные произведения и полноправная часть современного литературного процесса. Именно здесь учащиеся становятся прежде всего подлинными читателями, умеющими ценить красоту слова, с уважением и любовью относиться к родному языку, выстраивая свое литературное будущее. По традиции преподавателями клуба всегда были действующие писатели и поэты. И сегодня педагогами являются члены Союза писателей России Роман Кривошеев, Севода, Сергей Шаповалов. Богатейший опыт, накопленный десятилетиями, как раз и вошел в наш методический кейс. По нашему мнению, кейс и педагогическая харизма являются движущей силой, которая способствует построению особой, мотивирующей образовательной среды, где каждый чувствует себя представителем единого литературного поколения. Наш кейс включает в себя основные методические материалы и дополнительные, которые придают кейсу особую значимость. Как раз таки на вариативной части мы остановимся немножечко подробнее. Это в первую очередь материалы, подтверждающие общественно-профессиональное признание, которые представлены в кейсе четырьмя взаимосвязанными блоками. Результаты творческих достижений учащихся за последние три цикла реализации программы, внешние рецензии профессиональных экспертов Санкт-Петербурга, публикации детских работ в литературных изданиях, в том числе авторских книг, отзывы родителей и выпускников об образовательном и воспитательном потенциале программы «Проза». Дополнительную часть кейса также составили творческие сценарии, уникальный продукт сотворчества педагогов и учащихся. Они посвящены истории литературы и как раз таки являются той самой нитью, которая связывает поколения и дарит бесценный опыт коллективной творческой деятельности. В процессе обучения используется разнообразность диагностических инструментарий. Создана целая система отслеживания результативности образовательного процесса. В эту систему входит 9 форм фиксации. Особое внимание отводится индивидуальным картам наблюдения, дневникам, которые являются, наверное, пожалуй, самой ценной формой для педагогического анализа. Каждый педагог в данном случае имеет возможность зафиксировать свои наблюдения. И это позволяет вовремя увидеть важные изменения качественного роста учащихся, выстроить индивидуальный образовательный маршрут для максимальной реализации его творческого потенциала. Одной из особенностей кейса программы является то, что каждый ребенок может проявить себя как активный участник социокультурных практик, а также заинтересованный слушатель, наблюдатель, инициатор собственных творческих мероприятий. Все это, безусловно, оказывает влияние на формирование индивидуальной творческой манеры молодого писателя. Так, например, для поощрения талантливых учащихся был организован и зарегистрирован литературный журнал «Алый парус», где публикуются лучшие произведения учащихся, а также создана целая специальная книжная серия библиотека клуба «Дерзание». Важным принципом является не только издание этих работ, но и дальнейшее продвижение выпущенных книг. Именно в таких условиях издание становится частью общего социокультурного пространства. Цифровые следы реализации программы «Проза» говорят о том, что деятельность клуба стала частью культурной жизни города, а произведение учащихся достоянием отечественной словесности. По нашему мнению, методический кейс, как и любой организм, не может быть каким-то конечным продуктом. С одной стороны, он содержит в себе ключевые методики, которые из года в год определяют принцип организации образовательного процесса. С другой стороны, кейс – это достаточно подвижная история. Он находится в постоянном развитии, живет и наполняется новыми педагогическими решениями с учетом развития образования. И мы убеждены, что развитие и перспектива – это определяющие векторы нашей профессии, профессии, бегущих к звездам. Спасибо. Спасибо большое. Команда Анечкова дворца в составе Светланы Викторовны Грицковой и Долговой Анны Викторовны продолжает презентацию второго кейса. Как в условном городе до Санкт-Петербурге живет прославленный ансамбль Терем-квартет. Да богатыри же те могучие, на творчество плодовитое, на народных инструментах играют и русскую музыку по миру прославляют, и родился-то у них маленький теремочек. Терем-теремок, он ни низок, ни высок. Ох, девицы и молодцы там дружные, скоморохи-то веселушные, на русскую фольклорную музыку потужные. Жили они, поживали, никакой печали и не знали, а и захотели они развития. И пошли они в Анечков дворец, в городской дворец творчества юных на Невский. Идут наши скоморохи по дороге, а впереди них педагоги славные, как стали те преподаватели кумекать, как детушек малых образовывать, и придумали программу комплексную, образовательную, а к ней методические материалы для разработки занятий и назвали все это слово чудным, заморским. Кейс. А помогли методисты да консультанты знатные, умоученые, непростые, методическим языком говорящие, а вместе они показывают, как на Руси то жили предки наши славные. Да как заиграл теремочек да вагудочек, да возвончат его переладец, и как сложились те звуки да в методику целую, а положили в тот кейс и вариативную часть, и инвариантную. Программы на искусство разные, чтобы детям дать пищу мыслительную, духовную, а немало дело-то великое изучать жизнь старую прежнюю. И наполнился кейс силой волшебную, а там портфолио творческих сценариев, праздников и обрядов русских, в которых сила и традиция народная хранятся. Собираются в теремке дети да с родителями, как назначено календарем да ясным солнышком. Так с каждым праздником они свое творчество утверждают и смыслом жизнь наполняют, на тех празднествах показывают свои научения себе на забаву, родителям на утешение, а педагогам тем на оценочку. Потому как праздники те суть фундамента становления детского их осознания русской традиции. А вот и идут наши скоморохи по дороге, да по-разному все обучаются, а чтобы у них лучше учение получалось, индивидуальные и коллективные навыки раскрывались, и предметные те, что над ними, придумали педагоги способы оценки разные, да и в кессе тут служили. Посовещались и создали материалы методические для себя, дидактические для детишек, для малых простые задачки, для старших поболее, да научились электронными ресурсами пользоваться, да чтобы скоморожки наши быстрее обучались, и снова все это в кейс служили. Ох, идут прямой дорогой педагоги неокольной, игровыми приемами пользуются, методиками родными и дальними, и все в копилочку складывают, и по Карлу Орфу владевают упражнениями ритмическими, интенсионными, и к именитым специалистам обращаются, и по методике Станиславского, и Андрея Котова тоже занимаются, фольклорную педагогику применяют, старинные записи с ребятами слушают, ну, а летом в школу терем-квартета отправляются. А родители за это благодарны им, что попасть в ремок с утра в дверь стучат. Запишите, возьмите наших чадушек, уж больно тут у вас все интересное. Песни научатся петь, пусть песни научатся петь русские, да играть забавы народные, выступать на сценах известных, в конкурсах и ярмарках участвовать, глядишь, и синюю птицу поймают. Хотим, чтоб всеми наши укрепились, для безопасности государственной, идентичность национальную сохранили и образ русский сотворили. Охи услышали об этом господа важные, написали припотеремок письмо похвальный, да благодарственный, и телевизионные передачи пригласили, и всех людей о теремке известили, и пошли не с песней по земле нашей культуру русскую показывают. С тех пор они грамоты признательные получают, а то и на межпарламентской ассамблее перед купцами заморскими да самим Владимиром Путиным песню поют, да хороводы водят, а педагоги потом все в кисть и складывают. Ой, по морю морю синему, по синей по неве ходит, гуляет теремок, крутым берегом причаливает, народные песни сказывает, ой, все про традиции прежние рассказывает. Большое спасибо Аничкову дворцу, который стал победителем и завершает кейсы, учебные, методические кейсы учреждений дополнительного образования. И есть у нас еще одна уникальная номинация для региональных ресурсных центров, которых в нашей стране 85 по количеству субъектов и которым вменено обязанность осуществлять методическое руководство и сопровождение на уровне своего региона. И этот региональный ресурсный центр, методический кейс, представляет Липецкая область, центр дополнительного образования Липецкой области, директор Малько Ирина Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Наш центр является региональным ресурсным центром по развитию художественного творчества. Мы работаем в рамках соглашения о сотрудничестве с Федеральным ресурсным центром Всероссийским центром художественного творчества. Сегодня сеть учреждений дополнительного образования региона включает 63 учреждения, в которых занимается более 70 тысяч детей. 32 учреждения реализуют программы художественной направленности, делая охват в 34 процента детей. В центре сформирована команда высококвалифицированных специалистов по видам искусства и жанрам художественного творчества. Коллектив центра имеет богатые истории, традиции и коллективы по праву носят звание образцовый детский коллектив. В прошлом году мы стали федеральной инновационной площадкой по проектной деятельности. Модель нашего нормативно-методического кейса основана на четырех базовых компетенциях и функциях регионального ресурсного центра по управлению развитием учреждений, реализующих программы художественной направленности. Наш кейс включает также проектные решения этих задач на региональном уровне в рамках реализации приоритетного проекта. Мы управляем, прогнозируем развитие, идем в ногу со временем. Мы моделируем избыточное событийное пространство, конкурсы, фестивали, образовательные проекты. Такова палитра охвата детей художественными событиями в регионе. Это решение кейсового подхода дает нам определенные эффекты и результаты. Эффект это развитие интереса детей к творчеству, повышение социальной активности, проявление креативности, лидерства. Результат массовый охват детей, построение многомерной системы выявления, поддержки и сопровождения талантов. Нормативно-методические решения обеспечивают единство нормативно-методических требований на региональном уровне в строгом соответствии с законодательством, положительную динамику обновления программ художественной направленности. Непрерывность профессионального развития педагогов через сеть семинаров, конкурсов, мастер-классов, основанных на лучших практиках педагогов. Наши педагоги ежегодно становятся финалистами всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», являются призерами, а Светлана Юрьевна Пастухова в прошлом году стала лауреатом премии правительства Российской Федерации в области образований. Именно лучшие педагоги, а также ведущие деятели культуры и искусства являются референтной группой по развитию художественного творчества в нашем регионе. Наши проектные решения основаны на принципах интеграции в социокультурном пространстве региона, межведомственного сетевого взаимодействия для сохранения преемственности в народном и прикладном творчестве, а также популяризации культурного наследия Липецкого края. Наш центр координатор значимых культурных событий и образовательных проектов региона. Мой Пушкин, Дельфийские игры, такой проект, как профессионалы художники детям. Ежегодно мы проводим также и региональную конференцию научных обществ учащихся. На экране представлены лучшие проекты культурологических исследований школьников Липецкой области. Деятельность регионального ресурсного центра многовекторна и полифункциональна. Мы должны обеспечить динамичные обновления и эффективные решения в ответ на вызовы времени и новые задачи государственной образовательной политики. Нормативно-методический кейс регионального ресурсного центра является эффективным инструментом методического сопровождения и управления развитием программ художественной направленности в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Со всеми нашими материалами можно познакомиться на нашем официальном сайте. В разделе новости уже сегодня можно будет прочитать, что наша программа для юных художников «Семь цветов радости» стала призером всероссийского конкурса программ в номинации «Лучшая программа летнего отдыха художественной направленности», реализованная в прошлом году. Большое спасибо Липецкому региональному ресурсному центру, который представил очень интересный методический кейс, который может транслироваться на любой регион. Презентации конкурсных работ завершены.